Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение Евангелия Теана, 16 глава. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас и синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Но я сказал вам сие, для того, чтобы вы, когда придет время, вспомнили, что я сказал вам о том. Не говорю же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду пославшему меня. Никто из вас не спрашивает, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Собственно, о причине гонения. Уже была речь в предыдущем повествовании, потому что здесь мы видели в конце 15 главе Господь говорит, но все это сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня, ненавидящий меня и Отца моего ненавидит. И, конечно, Господь говорит ученикам о предстоящих страданиях, о гонениях, которые они будут нести за их веру, за то, что они являются последователями Иисуса Христа и будут отлучать от синагог, выгонять. И, конечно, для человека, который жил в определенной социальной системе, такое изгнание, религиозные преследования, они неизбежно означали, что и социальный статус резко менялся. И, конечно, мы понимаем, что всегда, когда в жизни человека возникают трудности, проблемы, когда приходят болезни, наступают страдания, не говоря уже о гонениях и каких-то преследованиях, всегда возникает вопрос, а где же Бог? Казалось бы, Бог должен защитить, Он должен сохранить тех, кто оказывается им уверен, избавить их от гонений, от преследований, встать на их защиту. И эта проблема, конечно, она так или иначе вставала и перед последователями Спасителя, но Господь предупреждает их, Он говорит о том, что этому не стоит удивляться. Бог не оставил их, Он не покинул. Более того, этот путь, путь страданий, он оказывается предначерпан и даже неизбежен в чем-то для всех, кто верует во Христа, потому что Он сам прошел этим путем, потому что этот путь и для Него в первую очередь стал его путем к Богу. Я есть путь, истина и жизнь. Все это, когда придет этому время, не должно быть для учеников чем-то необычным. Господь предупреждает их о том, что их ждет. Конечно, может показаться странным, что Он как бы не сразу сказал об этом, хотя такие указания, конечно, Евангелие содержит неоднократно. Но эти указания, они, как и многие другие слова, не случайно мы слышали о том, что утешили, будет напоминать ученикам о том, что им говорилось ранее. Так вот, эти слова, они могли бы проходить мимо их, потому что их жизни ничто не угрожало, потому что их пребывание с учителем носило безмятежный характер. И мы знаем, даже психологически очень часто бывает, когда людям ничего не угрожает, они, как бы, все предупреждения пропускают мимо себя. Например, мы предупреждаем о чем-то детей наших, да, но они, как бы, все это совершенно не слушают, для них это, как бы, не существует. Можно привести и другие примеры. И только сейчас, когда учитель уходит из этого мира, и ученики остаются в нем одни, эти слова, они для них уже приобретают другое значение, иной смысл. И не сказать об этом, не повторить их вновь, он не имеет права. «Но от того, что я сказал вам, и этой печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Другими словами, только уход Иисуса Христа обеспечит его последователям пришествия Святого Духа. «И он предя обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Много раз мы с вами отмечали эту особенность Четвертого Евангелия, говорили о том, что повествование строится как судебная тяжба, и, собственно, что устанавливает любой суд. Он должен выяснить, кто неправ, кто виноват, или, наоборот, прав, невиновен. И, собственно говоря, вот эта вилка, она и указывается, а не идет речь в этих стихах о грехе, о правде или о праведности и о суде. Итак, что же является действительно грехом? Что не является чем-то таким безобидным, или о малозначащем, или каким-то личным убеждением каждого человека? Грехом является неверие. «О правде, что я иду к Отцу моему». Тем самым связь Иисуса Христа, Сына Божия, с Отцом будет восстановлена. Он покидает мир, и его уже не смогут увидеть. Но эта связь, которая не может каким-то образом быть разорвана, она докажет, она покажет, что все, что ранее дел и говорил Христос, является как раз олицетворением, явлением этой связи. И о суде князь мира сего будет осужден. Да, мы знаем, что Иисус Христос будет арестован. Да, над Нем будет совершен суд. Да, Он будет приговорен к смерти. Но в то же время это не означает, что суд будет совершаться над Ним. Все вышепречисленное, и прежде всего, крест Христов является судом над этим миром. Тем, кто осуждает Христа, выносится приговор. Но не только, как мы говорили, уже люди участвуют в этом процессе. В этом процессе участвует и сатана. Ведь это Он завладел Иудой. Ведь это Он ведет его к предательству. И тем самым, как бы, Он хочет разделаться со Христом. Он уверен, что смерть Иисуса, она, как бы, закончит Его служение. Оно Его аннулирует, подведет Ему итог. Но все совершенно не так. И, собственно, об этом вся прощальная беседа с учениками. Именно об этом, как мы говорили, рассказывается в ней. И поэтому предстоящий суд, да, он имеет, как бы, обратный эффект. Он имеет противоположный смысл. Действительно, осуждаются Богом те, кто являются виновниками смерти Христа, кто не верует Ему. Они, осуждая Спасителя, выносят себе приговор. И еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить то, что услышат, и будущее возвестит вам. Итак, понятно, что, конечно, сейчас, пока все, о чем говорит Христос ученикам, является лишь делом будущего, для них все это остается непонятым до конца, и лишь тогда, когда все это произойдет, когда все предсказанное получат свое осуществление, они начнут понимать то, о чем говорилось раньше, то, о чем их предупреждал учитель. Но они будут нуждаться также и в содействии, в помощи Духа, который будет им раскрывать все то, что было им сказано ранее. Но роль Святого Духа, его действия, оно не ограничивается расшифровкой, толкованием ранее сказанного. Он также будет предсказывать и будущее, но будущее в данном случае не означает, конечно же, каких-то таких предсказаний, своего рода астрологических прогнозов, всего того, что ждет учеником. Будущее — это осуществление тех спасительных действий, о которых было сказано ранее, потому что мы сами с вами неоднократно отмечали, что, собственно, все, что говорит Иисус Христос на страницах Четвертого Евангелия, и в том числе, и, может быть, даже в первую очередь, вот эта прощальная беседа, к рассмотрению которой мы, собственно, с вами не только подошли, но уже ее завершаем, это все рассказ о будущем. Господь как бы все время забегает вперед, Он все время говорит о том, что произойдет после Его смерти и воскресения, и поэтому то, что утешили будет предсказывать в будущем, означает как раз именно это. Речь идет о назначении и предназначении и смысле спасительных деяний Христа. И понятно, что разговор о будущем, он не всегда может быть понятен, это как бы забегание вперед, оно неизбежно делает во многом пока еще слова Христовы непонятными. «Скоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, что это Он говорит нам вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу. Итак, собственно, те вопросы, которые стояли еще в начале прощальной беседы, которые мы с вами разбирали, первые стихи 14 главе, они продолжали стоять перед учениками и по сию минуту. Они по-прежнему еще не понимали, куда и какому Отцу идет от них учитель, и не очень понимали, что означает, что они не увидят Его, а потом Он вновь вернется к ним. Итак, они говорили, что это Он говорит? Он вскоре не знаем, что говорит. И Иисус, разумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли вы спрашиваете один другого, что Я сказал вам вскоре, не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня?» Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость превратится. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час с ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет от вас. Итак, Господь, как бы, повторяет то, что было сказано ранее, но в более пространной форме, сообщая этому рассказу и некие психологические особенности, говоря о том состоянии, состоянии, которым предстоит испытать ученикам. Это скорбь, это отчаяние, это безнадежность, в то время как мир будет радоваться смерти их учителя. Но скорбь их превратится в радость. Так же, как бывает, когда женщина рождает ребенка, она терпит мучения, но эти мучения, они забываются, они уходят в прошлое, когда ребенок приходит в мир, когда он уже родился. И тем самым и ученики тоже забудут во всем, что им предстоит пережить. Более того, этой радости уже, радости, общения со Христом, уже никто у них не отнимет, потому что воскресенье будет означать, что учитель отныне всегда будет с ними, хотя, может быть, его присутствие и не будет каждый раз ощутимо, оно уже не будет носить видимый характер, но, тем не менее, действительно уже никто и ничто не сможет отнять Христа у последователей, у его учеников. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Итак, сейчас, конечно, все сказанное скорее вызывает недоумение и вопросы, но тогда, когда оно осуществится, все вопросы уйдут в прошлое, все недоумения будут решены. И, конечно, все это необходимо именно для того, чтобы поставить учеников в новый, принципиально новый, отношение с Отцом. До ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Итак, действительно, Отец будет исполнять просьбы учеников во имя Сына, потому что они являются его последователем, потому что, как мы уже слышали, Он будет в них самих. И поэтому их обращения, по сути, станут обращениями Сына к Отцу. «До сирии я говорил вам притчами, но наступит время тогда, когда уже не будут говорить вам притчами, но прямо возвещу вам от Отца». Сам Христос понимает, что все, что Он говорит, пока является притчей, загадкой, некой образностью, которая подлежит последующей расшифровки, но последующие события дадут на все это ответ. «В тот день будете просить во имя мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца у вас, ибо сам Отец любит вас, потому что мы возлюбили Меня и уверовали, что я ишел от Бога». Итак, ученики приобретут новый статус детей Божьих. «Верующих во имя Сына Божия». Об этом говорится в самом начале, в заглаве, в прологе Евангелия. И, естественно, Отец любит своих детей, и дети всегда бывают им услышаны. Последующие стихи, они в какой-то степени раскрывают нам содержание Евангелия от Иоанна в целом. «Я ишел от Бога, я ишел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Итак, Евангелие, оно предполагает, оно содержит эти три части, три фазы до мастерства Божия, служение Иисуса Христа, исхождение от Отца, приход в мир и уход из мира. И понимание этого, оно дает и понимание, собственно, содержания Евангелия в целом, потому что все, о чем здесь было сказано в этой короткой фразе 16.28, неоднократно обыгрывается, обсуждается на протяжении всего Евангелия в целом. Можно сказать, что этот стих 16.28 открывает нам действительно содержание четвертого Евангелия, и без понимания этого, понимания Евангелия, в принципе, невозможно. И поэтому и здесь мы слышим, ученики сказали ему, вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь мы видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя, посему веруем, что ты от Бога ишел. Итак, вот эта фраза, она как бы является ответом на недоумение, на вопрошение апостолов. И услышал ее, ученики действительно осознанили, они поняли о том, о чем была речь ранее, и поэтому говорят, мы веруем. Христос отвечает, теперь веруете, вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждую в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. С одной стороны, по ходу, кажется, что действительно Господь как бы ставит веру учеников под сомнение, он говорит о том, что она не выдержит того испытания, который ждет эту веру в ближайшие часы, ученики разбегутся и оставят его одного. Но, конечно, в этом тоже есть некий свой замысел Божий, они должны сохранить свою жизнь, они должны остаться в этом мире. И в следующей, 17 главе, в так называемой первосвященнической молитве, Господь сошлется на веру апостолов, как уже как бы на данность, как на последнюю точку, как на завершение своего пребывания в мир. Следовательно, все-таки она не ставится им под сомнение. Эта вера, хотя и ученики проявят свою малодушию, непоследовательность в ближайшее время, тем не вере уже является окончательной и несомненной. И эта вера подводит итог общественному служению Христа. Его смерть, она может восприниматься как поражение. Казалось бы, она тем самым аннулирует, делает как бы ненужным, никчемным все, что он делал до этого. Его проповедь оказывалась неуслышанной, его чудеса не оказали этого воздействия на людей, и вера не завладела большинством сердец. Но, тем не менее, это не означает, что все это было напрасно, что все это было ненужным. Не мир завладеет Христом все будет наоборот. И поэтому Христос заканчивает как бы этим торжественным возгласом, этим как бы победным кличем «Я победил мир». «Я Продолжение следует...